приветствую всех увлекающихся лето середина июня пришло время снять мою коллекцию полностью раньше я многого не захватывала не показывала но целиком всю коллекцию в один ролик у меня не получится заснять потому что это будет очень много по времени и по весу чтобы загрузить такой длинный ролик сначала его обработать у меня и у вас пойдет очень много времени потом чтобы посмотреть начну просто всех подряд по порядку без разделения на виды без разделения на горшочки как я раньше снимала сначала желтые потом белые потом розовые крупные круглые все будет в одном ролике все подряд покажу всех немножко затрону тему по размножению кто как размножается какой грунт у кого о своих наблюдениях по разным видам растений мои растения живут на природе на даче под навесом те которые розеточные и боятся дождя или за тех кого я волнуюсь что например обгорят вот сеянцы кактусов я боюсь что обгорят на открытом солнце поэтому они у меня здесь под крышей стоят сейчас дневные и ночные температуры не разнятся днем 30 ночью 25 поэтому все они не в особом стрессе за исключением просто светящего солнца начну по порядку так как я привыкла их поливать такой порядок и буду вам показывать вот эти живые камешки дентарантус и еще недавно я их снимала они мне посажены вот в такой вот каменистый грунт без добавления какого-то без органики вот такие некрасивые зеленые в точечку следующий у меня вот такой вот мини садик лодочка и когда-то у меня были какие-то обрезки и листочки их просто сюда всех сложила вот такой вот садик когда сажала были маленькие здесь было много пространства пустого сейчас уже все заросло оттона мясистая рубра вот такая красная моя любовь в таком посажена сливочники там есть отверстие на дне растет хорошо быстро там камешки пополам с кокосовым субстратом сейчас на солнце она покрывается налетом на ее новых побегах на листиках есть белесый налет такой который свойственным суккулентом для защиты от палящего солнца она быстро растет хорошо размножается можно срезать вот такой побег на котором уже есть воздушные корни очень легко срезал черенок положил на просушку два часа и можно во влажный торф цветет красивыми желтыми цветочками так следующий у меня грабтоверия гила я ее полила поэтому у нее такие зеленые серединки сейчас она активно растет вот такие у нее свисающие побеги я в принципе этого и добивалась хочу вот несколько таких ампельных свисающих голов так в этом чайничке в нем тоже есть отверстие внизу у меня был садик ну я недавно там по обрезала вот еще у меня такой садик еще вот моя царапегия вудова регатная тут в девушке посажена вот она такая красивая хорошо растет очень милые у нее листочки сейчас вот вот такие красивые бусинки как будто на ниточку это листочки насажены хорошо размножается черенками любит попить и мне кажется она не любит солнце тут тоже самое только у меня есть еще здесь веточка не варигатная просто вот такая зеленая хорошо быстро растет очень быстро растет особенно если поливать если солнце не хватает листочки становятся более мелкие и более зеленые то что касается варигатной а если солнце свет яркий то листочки становится покрупнее и почаще расположены так в уголке у меня притаился ионим арбореум велюр я у него была большая голова одна на ножке я ее отрезала и буквально за полтора-два месяца у нее выросли вот такие хорошие побеги сенец его красиво с такой бесподобный у него вид расположение листочков вот такое вот вертикальная тоже он с налетом с красивой фиолетовой каймой очень необычное растение тоже любит попить сам мне кажется он не ветвится буду его скоро черенковать обрезать эхиверия пульвината дорис тейлор вот такая пушистая красотка на солнышке у нее прям вот эти ворсинки переливаются это было единичная розетка у которой я снесла макушку вот теперь она разветвилась плохо размножается листиком принципе всегда такое зеленое за счет опушения белый вот такой вот эффект происходит красоточка люблю вот такие вот пушистенькие следующий это адромискус пельница него такие красивые сочные зеленые листочки с красной каемочкой и на стволе у него засохшие такие ждущие коричневые корешки он похож на адромискус крестатус так вот сравнение с адромискусом крестатусом него тоже такие ждущие корешки сухие рыжекоричневые похожие листочки но этого листья гораздо длиннее крупнее розетка и он так не кустится как вот этот адромискус они вот отличаются этот вид хорошо вот так вот одиночно его выращивать он крупный и похож на такую необычную розетку а тот который я показывала крестатус его лучше выращивать как таким кустиком даже можно сказать почему покровным любят попить адромискусы не очень щепетильны к переливу можно полить два раза в принципе ничего не будет очень хорошо листиком размножается очень медленно но хорошо листочек даже без пяточки дает детку седоверий летицы красивое зеленое растение иногда у него на хорошем солнце появляются красные кончики или даже красненькая каемочка розетки мелкие растения не крупная так как это седоверия гибрид с седумом любит вытягиваться я розеточки которые любят вытягиваться выращиваю просто вот такими небольшими деревцами кустиками из листочка хорошо дает детку но детка очень маленькая и с ней много возни ну вот такая сочная в композиции если добавлять очень красивая зеленая очень яркая вот такая малышка листочки блестящие глянцевые налета у него никакого нет красотка шевиана вот такая нарядная уже давно переросла свой горшочек под юбочкой у нее есть детки листочки хоть и тонкие но деток дают есть налет у шевианы вот такие красивые у нее кудряшки на краях даже в недостатке света она не склонна к вытягиванию только теряет цвет и налет становится такая более зеленая но все равно розовые вот эти кудри у нее присутствуют вот на солнце просто просто красота колонхо это ментоза какой конкретно вид я не знаю кто знает напишите я подпишу очень симпатичные являются вот такие вот коготочки у нее коричневые колонхо это вообще отдельный вид искусства они настолько разные что иногда даже не подумаешь что это колонхо и вот такая вот пушистая милая веточка попить любит как кустица конкретно этот вид не знаю но точно будет кустица если отрезать вот и кустица смотрите-ка вот и маленький как неудобно сейчас вот возле листочка там уже зачаток веточки поживем увидим все дум что ли или его гибрид у меня всегда вытянут даже летом даже если я его не поливаю он у меня всегда вытягивается и вот из этих маленьких бусинок прекрасно размножается конечно долго ну размножаются все равно из каждой бусинки вырастет новый шталь и грунт у него бедный наибиднейший я бы сказала и полив редкий и солнце ну все равно какой-то у меня вот такой вытянутый гибридик вот такой вот садик в горшке он тут находится год нюра немножечко уже конечно вытянулась и желает чтобы ей убрали голову это маленькая эхиверия на на мини хук я ее покупала у ивана соболева она мелкая и разрастается розетками дочерними по бокам это афроавариегатная портулокария у меня тут четыре черенка они растут разные стороны и я их иногда обрезаю так следующее это красула красова капитела корамбулоза она постоянная цветунья я раньше обрезала ей цветы чтобы она росла компактная но она расти розеточками не очень хочет она хочет все время цвести вот такие милые белые цветоносики у нее и она больше похожа на почвопокровную или вот такую полуампельную форму красивый красно-рубиновый у нее цвет подходит здесь стволиком портулокарии вот так выглядит обрежу после видео обрежу голову там вырастет на пеньке две головы и будет более аккуратный и компактный садик достаю растения потому что там вдалеке невозможно их покрутить показать достаю прерываюсь телефон все время перегревается не хочет снимать долго у нас очень жарко сейчас 8 утра у нас уже 30 градусов это эхиверия экзотика есть еще пахиверия экзотика она выглядит совсем по-другому так вот на солнышко вот очень красивая такая пухлые листья немножко выгнуты в обратную сторону наподобие как у топси турви имеет такой вот сиреневый налет очень красивая розовые такие у нее кончики пухленькая хорошо размножается листочком дает деток охотно и детки растут в принципе быстро но и она такая сама из быстро растущих и я не заметила чтобы она вытягивалась она вот у меня под обычными лампами перезимовала и сейчас видно где нарастает новое более белая макушка на ней больше налета из-за солнца пахи фитум baby фингер ну конечно красавчик вот эти вот его окрашенные розовым кончики я его долго искала чтобы купить нашла это он меня подрос из маленького черенка так за два года рост черенок потом я его обрезала переукоренила макушку вот это то что вытянутый стволик это стволик зимний он склонен к вытягиванию даже под лампами когда некоторые другие не вытягиваются он охотно вытягивается но не проблема можно отрезать переукоренить и будет вот такой небольшой кустик детских пальчиков как бы это страшно не звучало от листочка размножается когда хочет пить его листики начинают сморщиваться и куститься очень хорошо вот сверху то есть можно ожидать что его детки появятся сверху они снизу иногда это бывает проблема если хочется какой-то деревца вырастить такие у него розовые кончики грабтоверия миссис ричард с такими небольшими полосками и штрихами по листьям это две детки от пенька найду голову покажу как выглядит голова когда взрослая и крупная очень красивое растение розовое такие пухлые листочки черточки придают и какую-то такую изюминку и такой приятный цвет у нее я не заметила чтобы она вытягивалась при недостатке света что касается зимы а из листочка хорошо размножается дает по несколько деток сразу эхиверия моха это варигатный экземпляр эхиверии пич прайд очень красивая срезала ей голову и она вот так вот здорово раскустилась прям приятно посмотреть из листочка тоже дает деток детки получаются варигатные выглядит такой вот нежно зеленый такой нежно салатовый цвет вот от нее голова очень красивая хорошо голова дает корни мне показалось она вообще неприхотлива синетсо серпенс еще одна любовь моя такие потрясающие у нее полоски у него вот синетсо есть особенность очень плохо по крайней мере у меня они укореняются очень долго думают могут легко сгнить что ты даже не заметишь но когда укоренятся растут очень даже хорошо вот такая красота правда у меня в стаканчике до сих пор была здесь срезана макушка макушка не укоренилась и вот такие вот голубые листочки с полосками очень красивая хотя она такое может быть мне не очень оформлено но все таки в живую невероятно красивый красула мизембриантемовая такие у нее щетинистые листочки она может быть более компактной но вытягивая тянулась меня зимой все равно прекрасный кустик вот с такими макушками растет я бы сказала быстро у меня маленький стаканчик который быстро пересыхает а так ее можно почаще поливать она хорошо куститься сама но если нужно то ее можно обрезать и она легко укореняется черенками это была первая часть как можно скорее сниму про остальных и выпущу в скором времени вторую часть